доброго времени суток уважаемые подписчики но видео иногда теперь будет от такого качества потому что я на улице лежу в своей берлоге и отсюда вещаю ну короче вот все видео смотрите пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал занялся я поисками космоса ну вот что из этого вышло целый целый процесс прошел по этому делу какие-то одни беспонтовые движения вокруг безразличия но как-то убивает поэтому поддержите ребята поддержите лайкосиками комментариями всех благ колокольчик внизу нажимаете чтобы быть в курсе событий и уважаемые хейтеры не забывайте про кнопку спонсорства я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким русси московский озорной гуляка какая клумбочка красивенько все так ярко какая погодка ребята просто высший пилотаж огонь восемь утра москва золотоглавая чё-то я на улицу выпался для поднялось настроение я не спал всю ночь и прям мне что-то не охота ну к обеду меня расколбасит по-любому поэтому у меня еще часа четыре бодрствование его вроде бы положили в больницу мы точно не знаем но никаких никакой информации у меня это около двух недель назад а дань кин валерий александрович число месяц год рождения 1401 1972 двоюродный брат я его рощу пкин александр николаевич число месяц год рождения ваше 1703 1980 проживаете в каком адресе улица бутырская 11 квартира двести девятнадцать пропавших по какому адресу проживает он без прописки был на улице до проживал контактный номер телефон у него был с собой нет не было минутку а а че бутыр серий В больнице морги Москвы с улиц такой не доставлялся, среди задержанных такого не было. И в больнице не доставлялся? С улиц Москвы такой в больнице морги не доставлялся, да. Вот это номер. А как же быть еще, не подскажете? Нужно подавать заявление на рост в полицию по месту жительства. Я понял, понял. Спасибо вам огромное. Пожалуйста. Вот так, друзья, в больнице морги Аданкин не доставлялся. И что теперь делать, я не знаю. Ну, то есть, это видели, да? Это информация совершенно правдивая. Не знаю, как быть. Может быть, кто-то подскажет. В розыск подавать, ну, это смысл. Во-первых, там спросят, кто я такой и что мне нужно. Я не родственник. Должны подавать только родственники. Да, история. Вот я, Саня Синий. Вот Валерка, космос. Вот я с ним здороваюсь. Здороваюсь. Как брат братом. Я его уважаю, как уважал и уважаю. И я вам что хочу сказать, ребята. Наша жизнь, наша жизнь, да? Вы так вас смотрите, все смеетесь, прикалываетесь. Это ничего. Это ничто. А знаете, что такое миллионы потерять? Валера, можешь рассказать о своей жизни? Ну, вот именно, именно о своей жизни. Ни о чем, ни о ком, ни о чем. О своей жизни. Расскажи, как ты в больнице был лучше. Вернее, как бы в больнице. Как ты все проебал, ты можешь сказать? Для всего народа. Да нет, Олешний. Так скажи, пожалуйста. Так, чтобы все узнали, что вот так оно было. Вот так, вот так, вот так. Изначально, меня чуть-чуть поднаебали. Хотел же, ну, это свое. Как хлопушить до конца. Не, Валерка, ты же знаешь меня, да? Да. Ну, разу, ничего. Осталась, вот. Болая жопа. И хуй с листом, да? Да. Понятно. Вдруг я отправился, что я тебе скажу. Это кто делал на хлопушу, может сказать? А что с тобой случилось, ты в больнице вроде вышла нормальная. В больнице я вышел. Рояль, да? Ну, я видел. После, после завтра. Ну, не сегодня, а после завтра. Саша, я услышал все. Ты знаешь, что пацан сказал, пацан сделал. Ну, я пришел мне все. Вот, мне показали. Ну, и вот. Саша, я тебя уважал. И что, когда повыше? Ты по отсидке, бля, бегал, бля. Да ладно, оставляйся, бля, оставляйся пацаном, галера, я тебя прошу. Как был пацаном, да оставь пацаном, бля, ебать мурак. Ходи, ходи пацаном, ебать мурак. А куда я нахуй делась? Так я не знаю, бля, где твои картишки, где твои картишки? Ой, картишка. А картишка сыграли в рояль. А, вот ты, ебать мурак. Это уже погнать по черной, бля. Не, браток, в самом деле, меня с детьми уважают. Если бы я тебя не уважал, мы бы с тобой, бля. Ты, понятно, девочка, знову, просто нахуй, бля. Детьми, пацан, пацана. Как пацан, пацана, ты же из пацана, бля, нефа. Че я такого говорю, ты из положенцев, ебать мурак. Блин. Да иди, ходи, как пацан. Ну, просто нахуй. Ты же из положенцев. Ты же, 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 бля, да у нас кое всего, бля. Вот, друзья, нахожусь в 15-м отделении полиции. Позвонил в службу несчастных случаев по поводу космоса, Аданькина. И положение, видимо, полиция такое, что меня забрали в отдел. Сейчас написал заявление объяснительное. Жду уведомления о подаче заявления. Ну, и, в принципе, я свободен. Продолжаем поиски. Че-то прям как-то ситуация напряженная. Уважаемые подписчики, получил я вот такой квиточек. Талон уведомления о принятом заявлении. По розыску космоса. Все, что пока я могу сделать. Вот итог, ребята. Работа полиции. Привезли, взяли объяснительную. Адресок вам на всякий случай. И все. Она за своим ходом. Благо, недалеко. Может, метров 500. Всего лишь навсего пройти. Прогуляюсь, так сказать, перед сном. Не знаю. Пишите комментарии. Что можно еще предпринять. Где его искать. Теперь надо этого Рому, адвоката, юриста, подтягивать. За хибарло. Он вроде бы сказал, что он ему скорую вызывал. И что его забрали. И что его отвезли. В первую инфекционную больницу. В городе Москвы. Который находится на, по-моему, на Волоколамском шоссе. Вот. И почему его там не оказалось. Туда ездил подписчик наш. Симаков. Алексей. За что ему огромное спасибо, что выделил время. Короче, космос наш пропал куда-то. Пока. Смаков.